Музыка Увертюра к Вильгельму Телю предвосхищает драматические события, с которыми зрители еще только готовятся столкнуться. Музыка как бы предупреждает нас, и это было революционным для оперного искусства ходом. Виолончели, звучащее соло, воплощение красоты и пронзительности – тоже революционное решение. Знаете, Россини не любил жесткость, но сам-то он был настоящим революционером в музыке. Революционером, который шел к переменам через познание и достойное поведение, а не через агрессию. Музыка Постановка в Монте-Карло – настоящий микс жанров здесь. И элементы классического балета, и хоры, и народный танец. Именно такого яркого фона требует яркая личность главного героя, считает постановщик. Музыка Думаю, Вильгельм Отеля следует представлять как неординарную личность. Он гигант во всех смыслах. И вот я нашел на главную роль гиганта Никола Алайма. Он просто огромный по своим физическим параметрам. Я именно такого исполнителя искал, не похожего на других. Глядя на него, веришь, такой может горы свернуть. Музыка Вильгельм – удивительный и незаурядный человек. Он герой, но не обычный мужчина. Когда я начал работать над ролью, мне вспомнился отец. Родительская любовь к ребенку очень трудновыразима. Это такая чудесная субстанция. Я сравнивал Вильгельма с собственным отцом. Мой отец был готов на все разы своей семьи. Мое самое любимое место в опере – Ария в третьем акте. Я всегда в этот момент думаю об отце. Музыка Впервые Вильгельм Тель был представлен публике в 1829 году в Париже. Работа Россини была поставлена в соответствии со столь любимым французами жанром гранд опера, сочетающим пышную театральность, элементы драмы и балета. Вильгельм Тель принес Россини такой успех, что он решил не затмевать его. И в оставшиеся ему 40 лет жизни больше опер не писал. Это работа, в которой очень осязаемы происходящие с Россини и метаморфозы. Ясно, что мир вокруг него уже не тот, что прежде. Он пытается передать через музыку свои настроения и мысли. И вот музыка говорит нам, что Россини в мире становится тесно, неуютно. Вот что произошло с композитором в этот период. Редактор субтитров А.Семкин